Здравствуйте, друзья! Среда, 20 февраля, Кремниевая долина. Еду я в аэропорт международный города Сан-Франциско, чтобы встретить Дениса. Денис прилетает рейсом из Стамбула в Сан-Франциско. Может быть, он уже так даже где-то или приземлился, или вот-вот-вот приземлится. А нам езды до аэропорта, может быть, с полчасика. А у Дениса впереди прохождение пограничного контроля и таможенные дела. Поэтому обычно так где-нибудь от часа до полутора так все это занимает. Поэтому я думаю, что, может быть, я еще приеду, успею кофейку в аэропорту. Но посмотрим, вы все увидите. И вот я в пути. У нас 26 числа февраля, через недельку почти, во вторник. Начинается новая группа, такая, так называемая фулл-тайм. В фулл-тайме много приезжих. И вот, в частности, у нас Денис вот в эту группу приезжает учиться в Портнов компьютер-скул. И моя задача его сегодня встретить, показать вам, отвезти на место, где он будет проживать. Ну, и дальше вернуться к своим делам. Так что, друзья, до встречи в аэропорту. Вот Денис, давайте мы на него посмотрим. Чемоданчик. И все, да? Всем привет. Так. Это мой первый визит в Сан-Франциско. А в других местах в США были? Да. В прошлом году я был в Нью-Йорке около двух недель. Я приехал из города Алмата, Казахстан. Чем занимались? Занимался, работал на американскую компанию. Так. Называется она A.com. A.com. A.com, да. Она здесь широко представлена. Ну, я занимался административной частью. Работали мы на проекте Абу-Даби-Плаза, строительство лаборатории в Алмате. Так специальность ваша какая? Моя специальность переводчик. Английского языка. С английского, ну, не на казах? Нет, на русский. На русский. И все, больше никаких языков не знаем? Немецкий, ну, так. Как бы на него основного упора не было во время обучения. И основной упор весь ушел в английский. Вы смотрите наш канал, откуда вы нас знаете? Мы смотрели вообще ваш канал всей семьей. Так, семья большая? Семья. Так. Ну, у меня двое маленьких детей. Насколько маленькие? Пять и семь лет. Так. Супруга тоже переводчица. Небось, вы не будете познакомиться? Нет, на работе познакомились. Ранее я работал в компании «Монтаж и спецстрой». Так, тоже переводчиком. Тоже в Алма-Ате, да, переводчиком. Так. Вот. Ну, хорошо. Значит, двое деток. Чем жена занимается? Жена вот как раз-таки работает в той компании, где мы познакомились. Это объясняет многое, значит. Хорошо. Давайте. Так, всей семьей, значит, вы с женой. Так что, может, еще родители. Кто смотрит наш канал? Вообще, начала смотреть моя мама. Так. И вы очень понравились. Потом скинула ссылку мне, и я стал смотреть сегодня вашу программу. Так. Поинтересовался, начал даже изучать там некоторые моменты. Мама узнала советского человека, правда? Это наше поколение. Ну, так. Я не знаю, как она, как бы. Ну, понравилось. Рассказывайте много, развернуто, интересно. Так, а ей что, давайте так, маме, что было интересно? Про Америку или вообще о жизни? О жизни, про Америку, совсем другой уровень. Видение, понимание жизни. Хорошо. Хорошо, давайте тогда. Другие возможности. А про вас, если мы на вас посмотрим? Ну, я веду активный образ жизни. Буквально вчера мы с другом ходили в горы, где вот так по пояс снега в некоторых местах. Нет, подождите, подождите. На нашем канале вы что смотрите? А, извиняюсь. Так. На вашем канале все смотрю. Философскую тетрадь и практически каждый день вижу у вас стримы. Вот прилетел в аэропорту, увидел, что у вас вышло новое видео. Там... Мотивационный пинок, вот я как раз его получал в частности от вас и из других источников. И читал сам. А вы еще блогеров каких-то смотрите американских? Некоторые сюжеты есть Толя из... Да, из Лос-Анджелеса. Из Лос-Анджелеса. Да. Затем иммигрант видео, по-моему, пару. Да, да, конечно. Котир смотрел. Это правильный канал. Потом был в Нью-Йорке один парень. А сейчас нету, что ли? А он, по-моему, удалился. Там его сильно закомментили так сильно, что он... Распереживался. Обиделся, распереживался. Да, друзья. Блогер не должен. Блогер не должен. Нет, читать неплохо, но... Ну, сильно это близко к сердцу понимает. Да, это нельзя так. Это нельзя так. Представьте себе, если бы там, скажем, какой-нибудь президент или там сенатор принимал бы близко к сердцу, что о нем говорят. Не мог бы выполнять свои обязанности? Да, я даже у вас читаю иногда комменты, думаю, ну, некоторые, конечно, люди вообще пишут странные вещи. Ну, чем больше народу, тем больше необычного. Мнений, да. Необычного. Ну, так, которые совсем какие-то гадости пишут. Мы их просто лишаем этой возможности. А так, мне нравится, когда разнообразие... Лучше вообще ничего не писать. Нет, как-то обязательно начали комментировать. Писать какую-нибудь ерунду или... Нет, ну, человек не думает, что он ерунду пишет. Человек, когда пишет, он думает, что он как раз самое главное. И сказал то, что никто не заметил. Да. Так, где-то мы... Подождите. Я начинаю оглядываться, друзья, на парковке. И думаю, что мы не дошли. Мы еще не дошли. Нет, пойдем. Сейчас мы пройдем мимо автомобиля. Я, наверное, с той стороны от лифта встал. Вон там. С той стороны был. Вот он. Вот он красненький. Красненький наш иммигрантовозище. Так. Вот он родной. Вы знаете традицию, да? Что надо... Это самое... Что надо кнопочку нажимать. Или не знаете? Я видео с интернетом не смотрел, но... Так. Я этот момент упустил. Сейчас мы вам все расскажем. Запускаете... Можно? Да, забрасывайте свои манатки. Так. Рюкзак там. Да, прямо на это там ничего такого не... Все, забрасываем чемодан. Значит, рассказываю вам и заодно тем из наших... Да вы положите его горизонтально. Тем нашим зрителям, которые, может быть, первый раз, рассказываю, что на иммигрантовозе есть кнопка. Вот смотрите, вот эта. Вот эта кнопка. И нажимая эту кнопку, вы приведете к тому, что закроется крышка багажника. И тем самым закрывается дорога в прошлую жизнь. Но открывается путь в новую. Вот. В тот момент, когда вы нажимаете кнопку, наши зрители получают себе очки в карму тем, что нажимают кнопку лайк под видео. Вот. Так что... Можно. Ну, давайте. Все, значит, приступаем. Барабанная дробь. Да, барабанная дробь. Нажимаем... Нажимаем кнопку левее. Левее. Да, да. Давай, пошли. Оп. И даем ему закрыться. Ура! Все. Все, друзья. Приехали мы в то место, где у нас AirBnB, да? Да. По чем тут, кстати? За 6 ночей мы взяли 250 долларов. Это вместе со всеми накрутками, которые... То есть, вообще, не много, это 40 долларов в ночь. Вообще, задаром. Я по Крейг-листу вообще ничего не смог найти. Там написать. У меня, в общем, все время... Нет, AirBnB лучше. Конечно. Ну что, забирайте свои манатки. Так, пойдемте, сдадим вас хозяевам. Так, чтобы уже точно знать, что вы приехали эффективно. Закрываем иммигрантовоз. Там какие-то люди внутри. Ну, пойдемте я с вами за компанию. Я так машину бросил. Друзья, можете себе представить, как я бросил свою машину? Ну, бросил. Ну что, друзья. Дениса я сдал в этот домик. Там такие, знаете, парни бородатые, веселые, жизнерадостные. Такие американцы. Но чем-то, я бы сказал, вот этой бородатостью такой вот... Немножко смахивают, может быть, на чеченцев. Так вот, такого плана. Ну, так скажем, кавказцы в широком смысле. Вот, хотя так, Крис, там еще какие-то совершенно американские парни. Мы с Денисом по дороге пообсуждали его конкретику там ситуации, которая сложилась. И моя мысль была такая, что ему надо все-таки первым делом заняться обустройством и как бы выходом на некоторый уровень финансовой самостоятельности, самообеспечения. А потом уже заниматься как бы нашими делами. И, может быть, правильно ему было бы не идти в группу 26 февраля, которая вот начнется на следующей неделе, а обустроиться и пойти в вечернюю группу, которая у нас будет 8 апреля, по-моему, и вот в ту группу пойти. Так что в ближайшие несколько дней мы будем заниматься тем, чтобы... помочь Денису с тем, чтобы найти жилье, там какую-то работу, подработку, там я не знаю как. Вот, хорошо, что у него английский приличный. То есть это то, чего нет у большинства приезжих. Поэтому я думаю, что диапазон работ, который может выполнять Денис, намного шире, чем вот, допустим, там на стройке что-нибудь сделает. Хотя стройка, работа массовая, то есть может быть, конечно, он и на стройке там себя как-то найдет на первое время. Но, в общем-то, я считаю, что он мог бы зарабатывать, например, где-нибудь там официантом работы. Вот, если он может быть официантом, не каждый может, но в принципе, с учетом языка, например, вот, он мог бы неплохо зарабатывать как официант, я думаю, больше, чем на стройке. Ну, в общем, поглядим, посмотрим. Вот, все, все впереди, только начинается путь. Так что, друзья, крышка багажника захлопнулась, дорога вперед открылась. Вот мы и чухаем по этой дороге вместе с Денисом. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»!